Более 350 молодых специалистов будут трудоустроены в текущем году в рамках программы с дипломом в село. Об этом стало известно в ходе встречи руководителя аппарата Акима Восточно-Казахстанской области Ербола Нургалеева с представителями молодежных организаций региона. Подробнее в сюжете моих коллег. На встрече были озвучены актуальные вопросы, касающиеся трудоустройства. Специалисты рассказали о государственных программах для молодежи, а также обсудили проблемы лудомании и меры по борьбе с наркопреступностью. Одним из уникальных молодежных проектов является программа «Жасыл Ель». Она успешно реализуется по всей стране и из года в год набирает все большую популярность. Участники занимаются благоустройством и озеленением населенных пунктов. Мы снабжаем, как научно-исследовательский центр, материалами. У нас есть методологические разработки, которыми мы делимся со всеми регионами. Совместно с центральными молодежными организациями. Есть, например, организация «Будущее без наркотиков». Они тесно сотрудничают с ООН и внедряют даже опыт ООН у нас, но также и нашим опытом переводят на казахский язык, на русский языки и отправляют в соседние страны, на Центральную Азию. Мы таким своеобразным хабом являемся по противодействию наркомании. В ходе встречи обсуждались меры по поддержке молодежи региона. Так, в Восточно-Казахстанской области действуют 12 молодежных ресурсных центров, которые на ежедневной основе проводят информационную работу, консультируют и оказывают помощь профориентации и трудоустройстве, а также проводят бесплатные тренинги по цифровой и медиаграмотности. У нас по ООН действует 12 молодежных ресурсных центров, один областной, два городских и девять районных. На данный момент у нас проработается вопрос по созданию двух молодежных ресурсных центров в новых созданных районах, это Маркокольских и Катонградских районах. Молодежный ресурсный центр наших городов вообще в целом работает 143 специалиста. Наша основная задача – это реализация государственной молодежной политики. Помимо этого мы реализуем разные проекты, также поддерживаем инициативы нашей молодежи области, также разъясняем разные государственные программы и проводим разные мероприятия. Отметим, в Казахстане насчитывается 228 молодежных ресурсных центров, которые являются важным инструментом коммуникации между молодыми гражданами и государством. В завершении встречи участники озвучили предложения по вопросам повышения заработной платы специалистов молодежных ресурсных центров. Тамирис Кабаева, Фатима Атриханг, Александр Каримов, Алтай-Парад.